Песняки С мукой, крупой, с рыбой и тушами мяса разного рода до дому бурмистра. Село Пестяки принадлежит графине Паниной. Что это за обозы с кипами тянутся у вас по улице? Спросил я у бурмистра. И что за лица извозчиков? Калмыки, татары. Точно они, отвечал бурмистр, везут к нам в село свою ордынскую шерсть. Из которой мы и окрестных деревень жителей вяжем русские чулки и вариги. Сегодня базар. Не угодно ли вам взглянуть на наш гостиный двор, на наши изделия и промыслы, которыми кормимся? Лавки, так называемые гостиного двора, плохие. Кое-как сколочены из досок и занавешаны рогожами. Наполнены были шерстяными русскими чулками и варгами. И завалены кипами шерсти. Толпа продавцов и покупщиков окружила лавки. Хозяину некогда перемолвить слово с человеком посторонним. Около 15 тысяч душ крестьян в селе Пестяках и в окрестных деревнях, в том числе и в моей очереди промышляет вязанием русских чулок и вариг. Из шерсти, которые привозят сюда из низов губернии. В Пестяках одни из капиталистов-крестьян торгуют шерстью, другие изделиями. У торговца шерсть-крестьян вязальщики покупают опыкноверно шерсти на целую неделю, а торговцам чулками и варгами продают еженедельно свои изделия на заработки. Покупают для себя на базаре съестные припасы, одежды и все, что необходимо для дома на целую неделю. Таким образом, вязальщики существуют своим рукоделием. От пятницы до пятницы, от мала до велика, все мужчины, женщины в день и ночь вяжут чулки и варги. По большой части одной иглой с изумительной скоростью, иные предпочитают иглы 4 спицы, что из благодельной помещицы выписала для своих пестяковских вазальщиков чулочный станок. На станке выделывают чулки и перчатки. Несравненно скорее, лучше, нежели руками. Заранилось бы в массу промышленного народа искры искусства и живописи труда, промысл оживился бы. Пестяки процвели и отстроили бы из богатства и богатый гостиный двор, украшения села и края. На Руси с базарными днями неразлучны разгульные удальства и молодечества, от которых мирным и трезвым жителям часто бывает не в мочь. Полезные занятия их перевертываются вверх дном. Вот, извольте посмотреть, сюда идет ватага весельчаков прошлого базара. Четверо в славных тулупах, в казанских шапках. Это богатые крестьяне. И возле них пятеро оборванных шеев. И все они с метлами в руках и с лопатами. Все они за буйство в прошлый базар приговорены контору мести улицу. И нынешний базар перед целым народом под нашу сельскую стражу. Видите, как стыд надвинул на глаза богачей шапки? Не весь что дали бы они, чтобы не полоть снегу и не выносить бесчестие от своих братьев. Уверяю вас, что в жизни свою они не забудут пестяковских метел и лопаток. И никогда уже не зашалят в селе, хотя бы и погуляли. В честь и хвала твоему благоразумие, Макар Иванович Архонт Пестяковский. Он сказывал мне, что торговый оборот каждого базара шерстью и изделием бывает здесь до 100 тысяч рублей. Пестяковцы торговцы чулками и варгами рассылают свой товар вазами во все края России. Замечена здесь в торговле одна неразгаданная причудливость торгу. Если стучится в базарный день теплый погон, то цена на изделия чулки и варги понижается. Мороз возвышается непременно. Язание чулок и варик начинается осенью и продолжается до открытия весны. Летом народ расходится на разные промыслы. Дома остаются, женский пол, старики, малолетние, которые кое-как ковыряют землю. У двух дворов одна лошадь. Своего хлеба не становится до Рождества. Земледелие здесь в пренебрежении. Процепляет ремесленность и торговля. Доставляет богатые заработки. Конечно, мы здесь выросли. Работали, мы работали здесь в Пистяках. Приводные. Сколько прожили, очень тяжело было. А усадь в 90-е годы. Вот наш предприятие. Пистяковцы занимались вязанием чулок и варик. Не имеют времени прясть для себя лен и ткать холстину для необходимой одежды. К их услугам трудятся с окрестными деревнями тысяч до шести душ село Верхний Ландих. От пистяков в 15 верстах. Оно принадлежит разным подмещикам. Оно ткот свинью прядь, бумажную ткань для крестьянских рубах. Ковыряет лапти. Синей пестридей лаптей здесь выделывается в год более, нежели на 60 тысяч рублей. То и другое отправляется обозами в разные города России. Красную пестридь ткет село Васильевское с деревнями. В сорока верстях от пистяков. В этом же селе выделывается для русских сапогов кожу. Белую крестьянскую холстину или как называют новину. Работает село Мыт с деревнями в 30 верстах от пистяков. Здесь красят и убивают старый малый обоеву полу. День и ночь прядут в Лен на русскую холстину. В каждом из этих сел бывает еженедельно базар. Дмитрий Потапович Шелихов. Путешествие по русским прославочным дорогам. 1842 год. Да, тут много всего. А я просто люблю, что тут много игрушек. Что нам сказали? 300. Субтитры создавал DimaTorzok